Суббота на часах 19.00, а это значит пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Аномальная жара. В Бобруйский побит температурный рекорд. От экстремизма до наказания по наркотическим статьям. Парламентарии принимают поправки в законопроекты. Клятва Гиппократа как жизненная кредо. Бобруйские медики отмечают профессиональный праздник. Частичку себя ради чужой жизни. В Бобруйске растет количество почетных доноров. Всего 6 дней до вторых европейских игр. Кто представит наш город на главном мультиспортивном форуме континента? Начнем с самой обсуждаемой и горячей темы. Аномальная жара продолжает испытывать белорусов. На неделе во всех областных центрах страны были побиты температурные рекорды. Такого июня еще не было. Пользователи соцсетей даже открыли новую моду и стали выкладывать фотографии уличных термометров. В 82-х районах республики из-за высокого уровня пожароопасности объявлен запрет на посещение леса. В Могилевской области запрет введен в 14 регионах. Ситуация под контролем МЧС. И каждый день ведется авиационное патрулирование лесов. Из-за жаркой погоды в ряде водоемов страны фиксируются случаи мора рыбы. А в нескольких десятках рек и озер Беларуси уже нельзя купаться. Пробы воды не соответствуют гигиеническим нормам. Но сложнее всего сельскому хозяйству. Для агрария в погоде ключевой, но, увы, неконтролируемый фактор. Из-за засухи страдают посевы. Ситуация пока не критична, так как растения набрались сил до наступления жары. Но чтобы колос налился, необходимы дожди. Как бороться с жарой дома и на работе? И что делать, чтобы не получить тепловой удар и отравление? На эти и другие вопросы нашел ответ им Максим Кембель. До плюс 34 градусов. Аномальная жара бьет все немыслимые рекорды. Как сообщают синоптики, за последние дни температура воздуха превысила норму на 10-12 градусов. Пляж, вода, головные уборы и мороженое. Бавручане поделились своими вариантами борьбы с жарой. Вообще, если бы на Бавручске можно в одном купальнике, как в Турции, ходить, я бы с удовольствием попрошлась бы в купальнике. Тенечек и прохладительные напитки. Спасают смузи вместо еды фруктовые, овощные. Мороженое. Тенечки. Кепку ношу, чтобы голову не напекло. Одежда белого цвета, шляпа. И побольше в тень спрятаться. Закрываем все окна, все. А вечером, когда уже спадает жара, открываем. Вот так, вентилятор. Домом все открыто. Стараюсь уже по-стариковски минимум на себя одевать. Врачи советуют при выходе на улицу вооружаться панамами и солнцезащитными очками, отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей и употреблять не менее двух литров воды. И рекомендуют не выходить на улицу без особной надобности с 11 до 17 часов, когда солнечная активность достигает максимума. Особое внимание в летний зной детям и пожилым. Ну а горожане, которые в летний зной трудятся в цехах и на жаре, должны знать. Наниматель обязан обеспечить комфортные условия работы. Наниматель должен обеспечить работников питьевой водой, в особенности подсоленной водой. Также при работе в закрытых помещениях, либо в закрытых машинах, транспорте, необходимо предусмотреть и оборудование кабин кондиционерами, либо вентиляторами. Также необходимо обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. То есть спецодежда должна быть из влагопроницаемых тканей и удобного покроя. И использование головных уборов. Яркое солнце, горячий песок и теплая вода. Горожане уже вовсю оккупировали пляжи города. К этому летнему сезону коммунальные службы постарались создать комфортные условия для отдыха. Однако основным критерием здорового досуга остается чистота и качество воды. Согласно последним исследованиям специалистов Центра Гиены на центральном пляже у санатория имени Ленина введены ограничения для купания детей. Благодаря благоприятным условиям нашим погодным, бактерии активно размножаются и, естественно, повышается их содержание в воде. Родителям нужно тщательно следить за своими детьми, особенно если дети младшего возраста, следить за их поведением на воде, за тем, как они купаются, чтобы они ни в коем случае не заглатывали воду. Не стоит забывать о том, что в жару повышается риск подхватить кишечную инфекцию. Ее возбудители могут поразить даже безобидные продукты. В списке самой опасной провизии – салаты, заправленные майонезом или сметаной, молочка, мясо, яйцо, пирожные и торты с кремом. На сегодня специалисты проверили более двух сотен объектов питания и в 113 случаях обнаружили нарушения. При походе в магазин и на рынок обращайте внимание на этикетки. Потребление просрочки – верный путь на больничную койку. В основном это нарушения, связанные с условиями сроков годности, с условиями хранения, с продукцией, которая находится в реализации без документов, удостоверяющих качество и безопасность, с продукцией, у которой имеются признаки гнили, порчи. Та продукция, мы акцентируем внимание, на торговлю продукцией в неустановленных местах. Отказ о дальних поездах, больше воды и предельная внимательность – к этому призывают госавтоинспекции. Связано это с тем, что в жару человек быстрее утомляется, появляется вялость и сонливость. И, как показывает статистика, количество ДТП увеличивается. Совет автомобилистам – при первых симптомах недомогания остановиться в тени и не превышать скорость. Не отвлекайтесь на другие какие-то мелочи, то есть гаджеты какие-то, на разговоры. Сконцентрируйте внимание на движении. Сухая и жаркая погода привела к повышению уровня пожароопасности в лесах Беларуси. Практически во всех районах страны введен запрет на посещение. МЧС рекомендует отказаться от походов в зеленые чащи. Запрет на посещение лесов связан с тем, что из-за высокого класса пожарной опасности малейшая искра, брошенный окурок может привести к возникновению лесного пожара. Сегодня в стране по-прежнему объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. Но все же синоптики успокаивают. Совсем скоро на смену аномальной жаре должна прийти комфортная летняя погода. В середине месяца столбик термометра не превысит отметку в плюс 20 градусов. Поживем, увидим. Максим Кембель, Елена Кутузова, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. На этой неделе состоялось заседание Палаты представителей, на котором парламентарии рассмотрели 14 вопросов. В первом чтении были приняты три законопроекта. Один из них связан с защитой персональных данных. До сих пор в Беларуси не было закона, который бы регулировал сбор, хранение, обработку и передачу сведений о жителях страны. Главный смысл закона – любые действия с персональными данными человека могут осуществляться только с его согласия письменного или электронного и должны проводиться только для заявленных целей. Подобные законы есть во многих странах мира. Они охраняют частную жизнь граждан. Нельзя просто так взять и опубликовать чей-нибудь портрет, указать имя, адрес, добавить снимок его автомобиля или передавать имеющуюся информацию третьим лицам. На фоне общей информатизации жители IT страны должны быть уверены в защите своих данных. А то получается, прошел регистрацию для получения дисконтной карты, а в качестве бонусов тебя атакуют сомнительные предложения и реклама. Даже государственные органы должны использовать данные граждан только для строго определенных целей. И зачастую такая информация должна быть обезличена. Документ – новшество для Беларуси, но он еще будет дорабатываться и вступит в силу лишь через год после публикации. Также в стране могут ввести уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма. Депутаты во втором чтении утвердили поправки в статью 130 Уголовного кодекса. Она предполагает ответственность за разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни до пяти лет лишения свободы. В кодексе об административных правонарушениях появится и ответственность за символику экстремистских и террористических организаций. Парламент проголосовал и за изменения в 328-ю антинаркотическую статью. Тема уже несколько лет широко обсуждается в обществе и среди экспертов. Вопрос неоднократно поднимался даже на уровне главы государства. Заоборот, с целью сбыта установят нижние пределы наказания – от трех до шести лет, вместо прежних – от пяти до восьми лет. Потребителям наказания менять не будут. Кроме этого, депутаты приняли норму о том, чтобы была введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. А еще в стране рассматривают два варианта уплаты дорожного сбора. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Сейчас транспортный налог собирают через госпошлину, которая уплачивается при прохождении техосмотра. Согласно первой концепции, автомобилисты получат право выбирать период, на который будет оплачен дорожный сбор. Другими словами, владелец транспортного средства может определить, на какой срок он покупает право использования дорожной сети – на месяц, два или на год. Альтернативный вариант – включение дорожного сбора непосредственно в стоимость топлива. В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. Резюмировал Максим Ермолович. Приемная кампания по поступлению в колледжи и лицеи стартовала. В качестве сотжилья будут предоставлять только квартиры и платные дороги на месяц станут бесплатными. Сейчас коротко о самых важных и обсуждаемых заголовках страны. Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки. Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси. Рапорт об отставке он подал в понедельник. Напомню, экс-министр занимал должность семь лет. Дольше на этом посту был лишь Владимир Наумов. За последние месяцы Александр Лукашенко несколько раз поднимал вопрос о работе МВД. В феврале президент предупредил Шуневича, что в ближайшее время подвергнет серьезному анализу работу правоохранительных органов. Сейчас МВД возглавляет Юрий Караев. Министром здравоохранения также президент назначил Владимира Караника. Он сменил на посту Валерия Малашко. Сегодня в Беларуси стартовала приемная кампания в лице и колледже. Поступить в этом году смогут почти 30 тысяч человек. Выбор огромный – более 250 специальностей. Их список ежегодно меняется, исходя из спроса и предложения на рынке труда. Некоторым профессиям в Беларуси будут учить впервые. На бюджетную форму обучения планируют принять 29 тысяч 400 человек. Подать документы можно до 20 августа. Как показывает практика, популярность профессионального технического образования с каждым годом в Беларуси растет. В Беларуси в качестве социального жилья будут предоставлять только квартиры. Раньше в такую категорию попадали и отдельные комнаты. Нововведение жилищного кодекса вступит в силу 1 января. Одна из норм – перевод арендного жилья в социальное. В таком случае ряд граждан освободят от платы за пользование помещением. Главное – внести средства за услуги ЖКХ. На перевод попадают около 17 категорий. Это ветераны боевых действий на территориях иностранных государств, одинокие, нетрудоспособные граждане, инвалиды 1-й и 2-й группы, малообеспеченные, многодетные и семьи, воспитывающие детей инвалидов. Новая редакция жилищного кодекса предусматривает и социальную защиту людей с ограниченными возможностями. Им предоставят арендное жилье с безбарьерной средой. Платные дороги в Беларуси на месяц станут бесплатными. На период с 10 июня по 10 июля освобождаются от платы за проезд транспортные средства общей массой не более чем 3,5 тонны, а также буксируемые ими прицепы. Владельцам указанной категории не нужно заключать договор пользования платной автомобильной дорогой и регистрировать транспортное средство в системе Белтол. Изменения будут действовать в рамках проведения вторых европейских игр. От первого крика и до последнего вздоха. Традиционно в 3 воскресенье июня беларусы отмечают день медицинского работника. Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых и ответственных профессий. Забота о здоровье, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни. Все это придает особый статус людям в белых халатах. Здравоохранение было и остается приоритетом социальной сферы страны. В Беларуси переоснащаются учреждения здравоохранения, осваиваются новые высокотехнологичные методы лечения, развивается медицинская наука. И все это делается для того, чтобы жители нашей республики получали медпомощь на самом высоком уровне. Сегодня в сфере здравоохранения Бобруйска работает более 6 тысяч человек. Врачи, фельдшеры, медсестры – все они посвятили свою жизнь заботе о здоровье человека. И труд каждого из представителей одной из самых благородных профессий одинаково ценен. Марина Горбачевская – семья учителей, но еще в детстве мечтала лечить людей. На выбор профессии повлияла бабушка-медик. Тогда еще юная девушка окончила Гомельский университет по специальности «Лечебное дело» и распределилась в Бобруйск. Успела поработать терапевтом и пульмонологом, а затем окунулась в изучение лекарственных веществ и их действий на организм человека. Мне нравилась фармакология. Это что-то новое, неизвестное. Наука молодая, наука, которая развивается, интересная. Поэтому я решила попробовать себя в этой отрасли. Сегодня Марина без преувеличения незаменимый работник. Без ее компетентного мнения и консультацией не обходится ни одно отделение Бобруйской центральной больницы. Заслуги и достижения врача-фармаколога заметили даже в области. В канун профессионального праздника женщина стала лауреатом спецпремии в сфере здравоохранения. Ежедневно консультирую пациентов по вопросам рациональной фармакотерапии, то есть по подбору лекарственных средств, чтобы он шел рационально, с учетом их сопутствующих диагнозов. Потому что периодически пациенты у нас госпитализируются не только с одним заболеванием, но и в совокупности с двумя, тремя, то и пятью диагнозами. Поэтому по каждому диагнозу пациент принимает какие-то свои препараты. И мы рационально подбираем, чтобы эти препараты между собой рационально взаимодействовали, не навредили друг другу. Здоровье народа – неоспоримый государственный приоритет и общепринятый критерий качества жизни. Больницы ежегодно оснащаются современной техникой. В Бобруйске с начала 2018 и до сегодняшнего дня на медоборудование потрачено более 5 миллионов рублей. Современный рентгенаппарат, компьютерный и магниторезонансный томографы, электрокардиографы, дефибрилляторы, УЗИ-аппараты и видеогастроскопы. В городе внедряется система электронных рецептов и формируется электронная амбулаторная карта пациентов. Всё это способствует улучшению качества и доступности оказания медпомощи. Об этом и не только говорили на церемонии чествования тех, кто давал клятву Гиппократа. Этот день давно вышел за рамки сугубо профессионального праздника. В современном мире сопровождает человека на протяжении всей его жизни. От первого крика до последнего скоха. Поэтому людей, никак не связанной с медициной, просто нет. В преддверии дня медицинского работника во Дворце искусств собрались доктора и медсёстры, фельдшеры, акушеры, санитары, лаборанты. В адрес специалистов звучали поздравления и слова благодарности. Говоря сегодня о вашей профессии, наверное, самое важное и главное нужно сказать спасибо вам за эту работу, за ваш профессиональный труд, за ваше терпение, наверное, и профессионализм. За добросовестный самоотверженный труд десятки лучших работников сферы здравоохранения получили почётные грамоты и цветы. Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели. Помочь тем, кому это жизненно необходимо. Накануне весь мир отмечал День донора. Люди безвозмездно сдавали кровь. Ежегодно количество доноров увеличивается на 10%. Сегодня в стране их более 98 тысяч. Из них 55 тысяч – почётные. Кстати, это звание получают те люди, которые бескорыстно сдали кровь 20 раз. Из крови каждого можно получить три компонента, а значит спасти три жизни. В Бобруйске по традиции каплями жизни поделились десятки неравнодушных. У одних за плечами несколько сотен кроводач. Немало было и тех, кто решился сделать полезное дело впервые. Ангелина Дикон узнала, кто отдаёт частичку себя ради других. Сергей и Юлия Певень два года приходят в зональный центр, чтобы поделиться частичкой себя ради жизни и спасения других. Первый проходит в семье супруга. Она медик и обладательница редкой четвёртой группы крови. Знает, что ежедневно в переливании нуждаются десятки человек. Муж всячески поддерживает благую миссию. Для него кроводача – это ещё и подспорье для семейного бюджета. Большую роль играет и то, что государство предоставляет различные компенсации при сдаче крови. Мы, так как семья многодетная, у нас трое детей, поэтому лишний день отдыха где-то иногда провести. Играет большую роль. Периодически пара сдаёт кровь и на безвозмездной основе. Как признались в зональном центре, чаще всего так поступают медики, правоохранители и спасатели. Среди представителей других профессий процент таких доноров – небольшой. Если брать цифры за прошлый год, то более 26% у нас доноров крови сдали безвозмездно. И более 8% – доноры плазмы. Если пересчитать, то каждый четвёртый донор у нас соглашается сдавать безвозмездно. Всего же в Бобруйске порядка 2000 доноров. Из них половина – почётные. То есть те, кто сдали кровь и плазму больше 40 раз. В их числе врач лабораторной диагностики родильного дома Ольга Задорова. На протяжении многих лет, каждые два месяца она приходит сюда, чтобы сдать кровь или плазму. Когда ты приходишь и сдаёшь кровь, вроде бы ничего не происходит. Ты уходишь по своим делам на работу. Но понимаешь, что в какой-то момент твоя кровь может дать шанс ещё раз человеку жить на этом свете. Возможно, это будет ребёнок с тяжёлой формой анемии или женщина после каких-то родов с последствиями. Ну или мужчина, который попал в автокатастрофу. Ну и от этого как бы очень приятно на душе, что у человека ещё один день рождения благодаря тебе. Бобрученко приобщила к доброму делу и сына. Пока на счету студента медколледжа семь кроводач. Но Павел нацелен увеличить это количество в разы. Быть донором для молодого человека почётно. Хоть парень и признался. Процедура не самая положительная для организма. Всё-таки мы частичку себя отдаём. Не сказал бы я, что это очень хорошо. Но тем не менее, если у вас организм сильный, то это компенсируется. Организм обновляет эту кровь. Ну и возможно как-то даже чистит. Количество желающих пополнить базу растёт с каждым днём. К счастью, сегодня зональный центр готов обеспечить каплями жизни и город, и пять районов. Всё благодаря неравнодушным горожанам. Данее больше приходили мужчины. Теперь у нас и женщины, и мужчины приходят. Возраст 40 лет такой в основном. 40 и больше, 40-50. Это очень важно, потому что, скажем так, больных сейчас много. Тем, которым нужно переливание крови. Это и дети, это ожоговые больные, это роженицы. Ну, то есть, довольно такое. Поэтому это очень важное дело. Для Юлии и Сергея Певень день донора теперь уже и семейный праздник. В этом году, во вторую совместную годовщину, супруг решил порадовать любимую цветами. Он уверен, после кроводачи важно заботиться не только о теле, но и душе. Я себя очень-очень сильно люблю. Спасибо большое. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Когда в соборе Парижской Богоматери пройдет первое место, кто возьмет ответственность за инцидент в Оманском заливе и почему новозеландский стрелок отрицает вину? Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. Что-то обвиняют Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Это заявил госсекретарь Майк Помпео. Такие выводы Вашингтон сделал, якобы опираясь на данные разведки. Впрочем, каких-либо конкретных доказательств не привел. США намерены ситуацию обсудить на заседании в совбезе ООН. Тегеран категорически отвергает обвинения Вашингтона, называя их необоснованными. Напомним, в четверг в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Суда торпедировали, после чего произошли взрывы и пожар. Экипажи эвакуировали. Суда получили повреждения, но остались на плаву. Обошлось без жертв. Происшествие вызвало резонанс в мире и привело к скачку цен на нефть. Новозеландский стрелок Брентон Тарант отрицает свою вину в убийстве 51 человека. На заседании окружного суда заявлением о невиновности своего клиента выступили его адвокаты. Сам 28-летний австралиец, устроивший стрельбу в мечетях новозеландского города Крайщорч, предстал перед судом по видеосвязи из тюремной камеры в Окленде. В общей сложности Таранту предъявлены 92 обвинения. Ему инкриминируют убийство, покушение на убийство и совершение террористического акта. Согласно результатам экспертизы, суд признал Таранта абсолютно вменяемым. Никаких психических отклонений у него не обнаружено. Следующее заседание по делу, назначенном на 4 мая будущего года. До суда обвиняемый останется под стражей. Нет спаму и рассылкам. WhatsApp сообщил о судебных тяжбах со своими пользователями из-за злоупотреблений подобной рекламой. Мессенджер борется с автоматическими и массовыми рассылками сообщений. Они запрещены условиями предоставления услуг. Но, видимо, не все прочли правила. Всего WhatsApp обнаружил и заблокировал миллионы аккаунтов, которые злоупотребляли функциями мессенджера. С небольшим опережением плана на Крымском мосту сомкнули рельсы первого пути железнодорожной части по направлению от полуострова к материку. Колея длиной 19 километров состоит из 2,5 тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железнобетонных шпал. На втором пути предстоит уложить еще 7 километров железнодорожного полотна. В соборе Парижской Богоматери сегодня вечером пройдет первая месса после пожара. Из-за ремонтных работ служение пройдет в необычной обстановке в малой часовне, а не в главном зале. А все присутствующие будут в касках. Всего ожидается не больше 20 человек, несмотря на огромное количество желающих. Сам собор еще долго будет закрыт для посетителей. Завершение реставрации Нотр-Дама планируется к летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году. К слову, из обещанных 850 миллионов евро пожертвования сделали лишь некоторые частные лица, которые внесли только 80 миллионов. Меньше недели до вторых европейских игр. На днях на пресс-конференции штаб-квартире НОК рассказали о медальных задачах сборной Беларуси. Посвятили в особенности допинг-контролей, показали образцы экипировки спортивного назначения и парадно-выходного комплекта. Первый включает в себя 18 предметов одежды и обуви. Коллекция, созданная на Пинской фабрике, носит название «Простора». Главными ее темами стали стилизованные традиционные орнаменты и символы Беларуси, в том числе цветок папоротника. Парадно-выходной комплект создала известный белорусский дизайнер Юлия Латушкина. В основе разработки лежит идея использования трех цветов, которые всегда ассоциировались с Беларусью – белый, синий и серый. В составе сборной Беларуси будет 221 человек. Наша команда – одна из самых многочисленных на турнире. Атлеты будут бороться за медали почти во всех представленных видах спорта. Подготовка команды проходит планово, без срывов. Задача перед нашими спортсменами стоит известная – выступить не хуже, чем на первых европейских играх в Баку. Тогда белорусы завоевали 43 награды. Следует отметить, что конкуренция будет очень серьезной. Перед спортсменами, кроме медальной, стоит и другая задача – отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В команду Беларуси вошли 13 спортсменов из Бобруйска. Сейчас все они на сборах, но нам удалось связаться с Андреем Казусенком, тренером Артуром Зайцевым и Ванессой Колодинской. Через неделю стартуют вторые европейские игры. Сборная команда по самбо проходит сбор на Олимпийской базе в стайках. Чувствуем себя хорошо. Поэтому смотрите вторые европейские игры, болейте за нас и мы победим. Наш город будет представлять две ведущие спортсменки. Бухарна чемпионка мира Ванесса Колодинская и чемпионка Европы из Рука мира Ирина Курочкина. Мы предлагаем вам прийти поболеть за наших спортсменок и с вашей поддержкой они покажут максимальный результат. Гребецк-канаист Максим Петров сейчас тренируется в Гомеле. Он представит нашу страну в одиночке – Ц1 на 1000 метров на этапах Кубка мира. Он уже видел своих соперников, отмечает, что конкуренция очень сильная. Он чувствует ответственность и волнение. Страна очень много-много сделала для этих игр. И я думаю, то, что проходил, допустим, чемпионат мира по хоккею, и если сравнивать с соревнованиями такого масштаба, как Евроигры, то это, скажем так, как для нашей страны, это как целые Олимпийские игры. Потому что это очень-очень такое значимое соревнование. Предыдущие были Евроигры в Баку в 2015 году. К ним еще, скажем так, приглядывались, присматривались. То сейчас уже все знают, что это очень ответственный и серьезный старт. Нашим пожелать спортсменам других видах спорта, также с Бобруйска, чтобы у них была уверенность в своих действиях, то, что они могут хорошо показать себя, проявить. Также нашим всем гребцам всем большой-большой удачи. Михаил Михайлович, буквально шесть дней остается до главного мультиспортивного форума континента. Может быть, можно что-то вспомнить или спрогнозировать на предстоящие Европейские игры? Безусловно, перед началом этих игр хочется вспомнить первые Европейские игры, где были завоеваны три медали бобручанами. Это в гребле на Байдархе Каное, братья Богдановича, золото. Это серебряная медаль в самбо Андрей Козусенок и бурть Владислав, бронзовая медаль. Три медали были завоеваны на первых Европейских играх. Сейчас представлены 13 спортсменов по шести видам спорта. Прогноз сделать дело неблагодарно, но все-таки я надеюсь, чтобы бручане достойно представят Республику Беларусь на этом серьезном спортивном форуме. А как вы оцениваете уровень наших спортсменов? Я хочу сказать, что с момента проведения первых Европейских игр уровень топ-спортсменов вырос очень серьезно по подготовке, поэтому нашей сборной будет сложно бороться. Но я надеюсь, как говорится, дома и сцены помогают, и это, естественно, придаст дополнительно мотивацию для наших спортсменов, чтобы достичь высоких результатов. Кроме Богдановича и Максима Петрова, Нескаладинской, Корочкиной, кто еще будет представлять? У нас представлен настольный теннис Платонов-Павел, Моголецкий – это пляжный футбол, я надеюсь, тоже сборная команда выступит достойно. Помимо этого в велоспорт у нас представлены два спортсмена. То есть появились и новые лица, это испытание, серьезный шанс показать себя молодым спортсменам на этом форуме. Тем более впереди у нас идут Олимпийские игры 2020 года. Бобруйску выпала честь тоже транслировать европейские игры, и фан-зона у нас будет организована. Да, я бы сказал, это большая честь в Бобруйске транслировать именно фан-зону. Это впервые мы будем проводить такое на стадионе Прокопенко. Я хочу сказать, что здесь на большом экране шесть на три будут демонстрируются самые интересные моменты европейских игр. Также будет организована торговля, сувенирная продукция продачи, спортивные мероприятия, культурная программа большая. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех любителей спорта прийти на стадион имени Прокопенко и вот живую поболеть на этом прекрасном стадионе и поддержать нашу команду. А сколько стадион может вместить человек? Мы здесь до полторы тысячи человек готовы принять на этом стадионе. Режим работы нашей фан-зоны будет с пяти вечера в основном, но за исключением церемонии открытия-закрытия, это будет в 22.00 начало, до полпервого ночи. Вход бесплатный? Вход бесплатный, поэтому с собой взять только хорошее настроение и прийти поддержать команду. Но это будет только в открытие-закрытие, да? Нет, это будет на всем протяжении игр с 21 по 30 июня включительно. То есть все виды спорта? Нет, мы будем демонстрировать в основном только полуфиналы, финалы, наиболее значимые моменты, поэтому и время немножко отрегулировано у нас. Большое спасибо за интервью. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова, благодарю за внимание, и мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу ровно в 7 вечера. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok